Всем привет! Начинаем новое видео, новый влог. Сегодня мы отправляемся в Дубай Сафари Парк. Говорят, на его посещение нужно закладывать не менее пяти часов. Посмотрим, как сложится наш день. Это огромный исследовательский, образовательный и заповедный проект. Основными задачами парка являются сохранение, защита, изучение зверей, птиц, рептилий и других представителей фауны со всего света. Стоимость билетов начинается от 50 дирхамов. Прям их несколько категорий, рекомендую выбирать тот, что включает в себя 45-минутное сафари внутри парка. Чуть дальше вы поймете, как это выглядит. Дети в возрасте до 3 лет могут посещать парк бесплатно, а для детей от 3 до 12 тоже есть большие поблажки, подробнее можно узнать на сайте. Билет лучше покупать заранее, онлайн, чтобы не стоять в кассах в очереди. Мы, собственно, так и сделали. В Дубае в туристических местах всегда предлагают сделать фото, которое потом можно выкупить. Мы никогда не отказываемся от фотосессии, не спорим с работниками. Единственная правда, и фото в дальнейшем не выкупаем. В парке несколько тематических зон. Первым делом мы зашли на детскую ферму, посмотрели на черепашек, кроликов. Больше я там, в принципе, ничего не снимала. Также есть азиатские и африканские деревни, деревни исследователей и аравийская пустыня. На территории парка сложно потеряться, но можно, если не обращать внимания на указатели, игнорировать карту. В этом случае заботливые сотрудники, увидев, что человек замешкался, подойдут, подскажут, где найти ту или иную деревню. Мы первые 4 часа передвигались пешком, хотя наш билет включал в себя возможность ездить на специальных автобусах, которые ходят по всей территории парка. Кстати, размер этого заповедного места 119 гектар. Здесь мы реально забыли, что находимся в пустыне. Очень комфортное посещение, я думаю, будет с ноября по март. Сейчас в феврале не такая уж прям жара, но благодаря вот этим брызгалкам, я не знаю, как их правильно назвать, которые стоят в парке и для людей, и для животных, ходить и гулять по нему достаточно комфортно. Если верить Википедии, на строительство парка было потрачено 272 миллиона долларов. Использованы современные технологии, все обитатели с сафари парка находятся в условиях, приближенных к естественной среде обитания. Это мы в азиатской деревне, и перед нами два непоседливых гиббона. Сложно было от них оторваться и пойти дальше, потому что они с удовольствием демонстрировали свои технические возможности. Также в азиатской деревне можно встретить огромного орангутанга и редкого лунного медведя. Парк рассчитан на 10 тысяч животных, в настоящее время коллекция активно пополняется. Из разных стран привозят лучших представителей животного мира с отличной генетикой. Специалисты парка планируют не только наблюдать и лечить животных, но и заниматься исследованиями селекции. Время работы парка с 9 до 5 вечера, а во время рамадана с 10 до 6 вечера. Если вы планируете поездку в Дубай или уже прилетели, рекомендую выделить вам на этот сафари парк целый день, чтобы с комфортом обойти его и провести там время. После азиатской деревни мы вышли к сафари по Аравийской пустыне. Это еще не то сафари, о котором я упоминала в начале. В этом случае оно проходит в открытой машине, и его можно назвать интерактивным. В арабской деревне можно увидеть муфлона, страуса, газелей, волков. Волки, конечно же, непростые, аравийские. И вообще, арабская деревня – это родной дом для животных родом с Ближнего Востока. Причем некоторых из них сейчас попросту уже нет в дикой природе. Этот парк создавался почти 4,5 года. При его строительстве использовались ультрасовременные умные технологии. Например, здесь создали специальную инновационную систему, которая осуществляет терморегуляцию горных пород, охлаждает емкости с водой и создает туман. Сейчас парк рассчитан на прием 10 тысяч гостей ежедневно и входит в топ-5 сафари парков планеты. Мы плавно перемещаемся в деревню исследователей, то самое сафари, ради которого стоит посещать этот парк. Готовя это видео, я прочла, что сафари в эту зону нужно бронировать заранее, потому что может случиться так, что билетов на месте уже не окажется. Пожалуй, именно в эту зону парка были самые большие очереди, и вот мы уже на бронированном внедорожнике. В сопровождении гида отправляемся на 45-минутную экскурсию. Пожалуй, впервые нам выпал такой уникальный шанс разглядеть диких зверей, максимально естественной среде их обитания, учитывая все, что я рассказала выше. Деревня исследователей это просторная, открытая территория, где свободно, без вольеров живут разные животные. Конечно, свободно и без вольеров в этом случае весьма условное обозначение, но поверьте, у них действительно большие территории. Все началось очень мило с антилоп, с жирафов, белых носорогов, а также огромного каньона бабуинов, в котором одной группой дружно проживает более 70 особей. А потом начались кошки, как же это завораживает! Восторг у взрослых, восторг у детей, животные активные и равнодушным остаться невозможно. Конечно же, все эти бабуины, носороги, тигры, антилопы, гепарды, жирафы, гиены, слоны, крокодилы, страусы, бегемоты живут не в едином пространстве, их отделяют специальные заборы. Причем они скорее двойные, то есть выезжая с одной территории, ты не сразу попадаешь на другую. Плюс там разные системы преодоления этих ворот. Вначале мы въезжали через воду, а где-то были электрические напольные барьеры. Давайте еще раз посмотрим на этого тигра. Я думаю, они привыкли к машинам, достаточно весело и отвлеченно играли, но потом все-таки обратили на нас внимание. И я думаю, если бы у них возникло желание попасть в нашу машину, вряд ли бы они столкнулись с какими-либо трудностями. В общем, несмотря ни на что, адреналин при этой экскурсии вырабатывается. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы только что завершили поездку. Последние, кого мы видели, были гепарды, но они отдыхали. Но мы сейчас подошли с другой стороны забора и хотим их рассмотреть. Твои впечатления. Кто тебе больше всего запомнился? Кошки. Кошки. Разные. Мы так удачно сели с правой стороны и с правой стороны были львы, тигры, прям вообще. Нам сказали, что этих животных ничем не кормят, не подкармливают, чтобы они были какими-то такими более спокойными. То есть у них реально дикая природа. И бывали случаи, экскурсовод рассказывал, что эти тигры могут запрыгивать на автобус и как-то мешать движению. О, консервы. И в этот раз, кстати, тигры тоже такие начали подходить, начинать испытывать к нам интерес, но водитель такой так, дальше поехали. Если вы вдруг возьмете билет без путешествия на сафари, но на кого-то хочется посмотреть, это возможно сделать. Там где-то вдалеке вот лежат гепарды. У нас был четвертый тип билета, стоимостью 110 дирхамов. Он включает неограниченное количество поездок на трамвайчиках, посещение детской фермы, короткое сафари по Аравийской пустыне, путешествия по деревне исследователей и удобные места на представлениях. Перед нами сафари-театр, где главными актерами являются дрессированные птицы, туканы, вороны, попугаи, утки. И расписание представлений висят прямо при входе в парк, либо их можно посмотреть на сайте Dubai Safari Park. Есть ощущение, что мы не успели на какое-то из представлений, но в принципе нам хватило впечатлений и эмоций за этот день. Кстати, удобнее всего добраться до сафари-парка на машине, либо на такси. Также, конечно, можно проехать большую часть расстояния на метро или автобусе, но все равно для оставшейся части пути придется брать такси. Конечно же, на территории парка есть все удобства, пункты первой медицинской помощи, бесплатный Wi-Fi, туалеты, разные ресторанчики. Это я еще забыла про такси, которое можно нанять внутри парка. После шоу с птичками перекус. Здесь много разных кафешек, ресторанов, но мы захотели сосиску в тесте, потому что наконец-то ее увидели, до этого не встречали. Будем есть, приятного нам аппетита. Так получилось, что гепарды активизировались и мы поели с видом на этих кошек. К активным гепардам мы возвращались еще несколько раз. Они с интересом провожали машины за ворота. Ну а мы рассуждали и фантазировали об их возможных попытках бегства и предполагали, какие инструкции на эти случаи есть у администрации парка. Так зелено, но не стоит забывать, что мы в пустыне. Сколько же сюда вложено средств, чтобы это все так выглядело. Пустыня, только пустыня здесь должна была быть по замыслу. Ну и наконец стремимся с вами в африканскую деревню. Конечно же, при всем моем желании поделиться с вами всей красотой, которую я увидела, все пять часов я снимать не могла, поэтому это супер краткая выдержка наших впечатлений и эмоций. Здесь также представлено немало видов животных. В этой деревне есть остров лемурообразных и приматов, которые веселились не хуже гиббонов. По всему парку расставлены интерактивные игрушки, с помощью которых можно послушать разные голоса животных. А где-то даже можно примерить их лица. В этом же секторе живут гориллы и огромные африканские слоны. Величественные, жующие, дружные. Как только один из слонов решил уединиться, к нему тут же присоединились остальные трое. Особый колорит этой локации придает соответствующее музыкальное сопровождение, создающее впечатление реального нахождения в африканской деревушке. Однозначно, в этом парке много мелочей, которые создают особую атмосферу и для людей, и для животных. Всегда неоднозначное впечатление, когда каких-то животных помещают в парке, зоопарке, либо еще хуже в цирке. Но здесь действительно есть ощущение, что животных любят, уважают и не эксплуатируют. Поэтому, если вас вдруг одолевают какие-то похожие мысли, не беспокойтесь, вам не будет. Здесь никого жалко, вы порадуетесь за этих животных. В африканской деревне можно покормить жирафов, попробовать перекричать гомон-обезьян, пробоваться фламинго. Также я читала, что можно посмотреть на невероятные танцы бегемотов, но, к сожалению, мы их не застали. Но зато встретили вот этих гиен, которые достаточно хищно расхаживали долгое время. Остальные их товарищи были где-то вдалеке, но эти двое вообще не теряли надежду. Здесь же мы встретили уникальных белых львов. Легенда гласит, что когда-то давно злые духи наслали страшное проклятие на жителей земли, из-за мучительных болезней гибли многие, люди стали молить богов о помощи, небеса сжалились над страдающими и отправили на землю своего посланника, могучего белого льва, который своей мудростью научил людей бороться с болезнями и пообещал защищать их в трудную минуту. Поверье гласит, что пока существуют на земле белые львы, в сердцах людей нет места страданиям и отчаянию. Ну и в самом конце нашего пути мы решили все-таки опробовать эти трамвайчики, посмотреть на жирафов и собираться уже домой, потому что парк закрывался. День пролетел просто по щелчку, сейчас мы отправляемся уже домой. Мы провели в этом сафари-парке около 6 часов, и то не успели, по-моему, мы не успели в одну деревню, потому что пренебрегали своей возможностью передвигаться на вот этих автобусах, машинках и как-то старались больше ходить пешком. Наверное, если бы больше пользовались транспортом, то, соответственно, больше бы успели. Но ничего, однозначно рекомендую этот парк к посещению. Если это видео для вас было интересным, полезным, подписывайтесь на мой канал, поддержите это видео лайком. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!